Настоящую Рязань пытается найти фотограф Александр Синицын. Молодой человек отыскал в архивах города множество старых снимков и совместил их с современностью. Это будет настоящая коллекция из более сотни фотографий. Пока же в ней всего 35 снимков. На них сложно узнать как центр города, так и спальные районы. Та же песочная, то как она застраивалась, то есть это были голые поля и вот эти вот фотографии периодов 70-х и 80-х годов это очень интересно. Ну и естественно исторический центр города, потому что у нас очень многое утеряно. И если есть возможность, например, сконцентрировать внимание на том, чтобы не потерять какое-то то или иное здание или возможно даже восстановить, но мне кажется этим надо заниматься. Эта фотография начала 20-го века. На ней укладывают брусчатку на современной площади Ленина. В то время она называлась Хлебной и была настоящим бульваром. Здесь гуляли и ходили за покупками. Здание с арками – это как раз продолжение тех самых рядов, но если сейчас осталось только два длинных ряда параллельно друг к другу, вот по Краснорядской, то было четыре маленьких еще перпендикулярных. Вот это вот вид на Первомайку, то есть вот здесь вот на этом месте как раз стояли вот эти вот ряды. Перестраивать площадь начали в 50-х годах. Изменения коснулись и других зданий. Так двухэтажная гостиница «Морозово» превратилась в современную гостиницу «Москва». Причины такой перемены до сих пор понять сложно. Можно предположить, что новое здание должно было стать более вместительным. Напротив гостиницы располагался магазин «Гляссена». Это фотография из газеты «Рязанская жизнь», насколько я помню, 1912 года. И, кстати, эту газету все могут спокойно, свободно посмотреть в архиве Рязанского Кремля и, я думаю, найти вот это вот изображение. Это одно из немногих зданий, которое осталось нетронутым. Изменился лишь фасад и направление деятельности. Другим памятникам архитектуры в Рязани повезло меньше. Жемчужины города рискуют просто исчезнуть. Так время и мародеры коснулись Дашковской богодельни. Чтобы компенсировать ущерб, нужно устранить последствия пожаров и вернуть украденную чугунную лестницу. Разрушается прямо на глазах дом Херасковых уникальный для России памятник деревянного ампира. А в мае снесли дом купца коровки. На его месте администрация города планировала разбить сквер. Однако на днях стало известно, что вместо памятника XIX века город украсит эко-парковка. Почему бы вообще не сравнивать то, что было, то, что есть и не предлагать что-то новое? Потому что подобный фотопроект, мне кажется, это переосмысление взгляда на город. И почему бы, если мы не переосмысляем, не начинать и предлагать планы по реставрации, по благоустройству? Присоединиться к проекту и напомнить резанцам о том богатстве, которым они владеют, может каждый желающий. Для этого достаточно найти в интернете или в областном архиве старинные фотографии и попробовать отыскать места, где они были сделаны. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».